Движение «Новая реальность», в котором принимали участие более трех тысяч учеников, живописцев, скульпторов, графиков, дизайнеров, архитекторов, композиторов и режиссеров, изменивших образ советского искусства. Родоначальником этого движения стал известный русский художник с итальянскими корнями Эли Белютин. В Краевическом музее готовятся к открытию выставки его работ, которая называется «Эли. Искусство. Любовь». Откроется она 24 августа. Конечно, это явление. Вообще в искусствоведении есть понятие феномена Белютина, потому что, во-первых, он был в России первым, который дошел до такого отношения к форме. Во-вторых, это не только художник, который работает себе в мастерской, работает. Это великий педагог, который создал колоссальнейшее, это одно из самых массовых течений художника в 20 веке. Основным постулатом художника в создании картин и работы с учениками был посыл к эмоции, к его теории всеобщей контактности. Академическая школа всегда учит копированию предмета. То задача Белютина была создание упражнений для того, чтобы человек не копировал предмет, а почувствовал эмоцию. И в зависимости от того, какую он эмоцию испытывает, он художник. Эту эмоцию должен уметь перенести на, собственно, холст, на бумагу, на другой материал, музыку в том числе, на режиссуру. В названии выставки присутствует слово «любовь не случайно». Оно символизирует не только любовь к искусству, но и к своей жене Нине Молевой, которая была его соратником и соавтором. Благодаря ей наш Краеведческий музей стал обладателем самой большой коллекции работ художника в России. Был составлен список музеев Российской Федерации, в которых есть условия для хранения этой коллекции. Среди них оказался и наш Краеведческий музей. История – это исключительно про любовь, потому что Нина Михайловна Молева, вдова художника, по завещанию Эль Михайловича, она его выполнила, во-первых, и передала работы не в одно собрание. То есть он наставил, чтобы они не перешли в состав одного музея. Это все искусствоведчески очень дорого и рыночно очень дорого. То есть если эти работы взяться продавать, то это просто баснословные деньги. Его работы хранятся и в российских собраниях, и в Третьяковке, и в русском, и в пушкинском, и, собственно, в Эрмитаже они есть. На выставке также представлены графические работы, выполненные в академическом стиле, но уже с намеками поиска новых форм. Как бы мы ни относились к этому искусству, нравится оно нам, не нравится, понимаем или не понимаем, это наша история. Это история искусствоведения, это история 20 века, это история всех нас, потому что это российское искусство, российская большая страница и так далее. Если же вам трудно разобраться в тех формах и эмоциях, которые изображены на полотнах художника, то специалисты музея советуют читать название картины и от этой ситуации начинать фантазировать. И тогда не такое уж простое творчество этого художника станет ближе и понятней.